Деяние апостолов А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божия, а внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа и Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господу, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами. Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех ее сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, — Понимаешь ли, что читаешь? Он сказал, — Как могу, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, — Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от этого Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, — Вот вода, что препятствует мне креститься. Да, Филипп же сказал ему, — Если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, — Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же вышли они из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Субтитры создавал DimaTorzok